Всем привет, дорогие друзья, с вами Саша, и сегодняшний видеообзор станет, наверное, началом некого такого небольшого цикла обзоров сравнений оригинальных палеток с их братьями, клонами, репликами, подделками, кому как больше нравится. Здесь я вам покажу сравнительные свотчи, свое мнение, восприятие одной и другой палетки, как это все носилось, как это все наносилось, какие образы могли получаться, какие текстуры внутри каждой палетки, чем они отличаются, в чем одна лучше, другая хуже и наоборот, и не особо затягивая. Давайте начинать. Faris Cosmetics это не какой-то непонятный бренд и какая-то шарашкина контора. Бренд Faris, помню, года два назад нам на сайт рекоменд рассылали даже обзор, и девочки многие брали попробовать эту косметику. Также недавно я обнаружила такие вот дюпы, своеобразные подделки от Faris в нашей сети магазинов Scarlett, который располагается в Санкт-Петербурге. Полагаю, в других городах тоже имеются такие сети, в которых можно найти какие-нибудь интересные такие продукты, ну и в частности бренд Faris откопать. Бренд Faris также представлен в более таком широком, в своем понимании, на сайте Wildberries. Оттуда, собственно, я ее и заказала. Дюп палетки стоил порядка 300 рублей, в то время как оригинальная, что-то около 2000. Расчехлив палетку дюп, так сказать, можно обнаружить, что некоторые рефилы располагаются не так, как в оригинальной палетке от Худы. Судя по тональности, которую избрал Faris, это максимально близкие цвета. Оригинальная палетка Худы в моих руках уже где-то, наверное, более года находится. Время от времени я ей пользуюсь, пытаюсь заново подступиться, найти какой-то с ней компромисс, но банально понимаю, что цвета мне не совсем нравятся, как смотрятся. Но это такой настолько субъективный критерий, что на самом деле предугадать крайне сложно, какая гамма, на каком типаже внешности, при каких таких вот показателях цветотипа ляжет хорошо, а какая утопит, грубо говоря, все черты лица. Вот как раз-таки с Худы у меня, мне кажется, такое как раз получается, но это ни капли не умаляет того, что качество матовых здесь невероятное. Они прекрасно тушуются, очень сливочные, податливые, в то время как шиммеры, очень металлизированные, с такими мельчайшими микро-микро спарклингами, но это не отрицает того момента, что в течение дня, даже на липковатой базе, это все счастье у меня осыпается под глаза. Это один из основных критериев, почему я палетку Худы не так часто использую, и она не является у меня какой-то прям любимой в коллекции. Я полагаю, что, быть может, наверное, имеет смысл мне отписать отзыв на нее, не знаю, заснять фотографии, и чтобы оставить в память рекоменды инстаграма, я это сделаю и затем, скорее всего, даже продам. Я еще точно не решила, но мысли в эту сторону ходят, с учетом того, что многим девочкам, кто имел дело именно с этой палеткой, она действительно очень понравилась и подошла. Это вот я такой вот изгой оказалась, к сожалению, среди всех. И каково было мое дикое удивление, когда я стала свочить палетку от Faris. Удивилась тому, что тактильно, по свочим, качество, ну, может быть, на какую-то незначительную толику проигрывает. Запаха у теней нет. Свочатся они хорошо. Матовые, не меловые, очень приятные, шелковистые. Металлики тоже очень такие полумасляные. Много не похоже на формулу Худы, потому что здесь это больше похоже на металлики, в то время как у Худы есть один дуохром в палетке. Его на камере, я думаю, как раз можно увидеть. Здесь это не дуохром, здесь это больше металлик, но с легким-легким переливом. То есть тоже здесь есть какие-то задатки в дуохроме, в то время как здесь чистейший дуохром. Такой золотисто-желтый дуохром на розовой базе. Здесь он более приглушенного такого типа. Ну что ж, нанесу базу и проверим нанесение. В обоих палетках есть вот такой вот молочный оттенок, а как грунтовочный. Им я чаще всего работаю, когда пытаюсь загрунтовать само веко или же просто подбровное пространство, чтобы тушевка получилась более чистая. Худы, он относительно мягкий и от более грубого ворса кисти на нем остаются некие такие, как в мятинке, как грубая кисть, не совсем гуманно обходится с мягким рефилом теней. Обозначу подбровное пространство. Далее воспользуюсь транзитным фиолетовым, таким около мауф. У Худы эти оттенки больше уходят в розовинку. Вот даже здесь я смотрю на тушевку, вроде все хорошо, но почему-то оттенок мауф выдает мне какой-то розоватый подтон на веки. Это неплохо, но судя по тому, что мне это не очень идет, ну чисто субъективно, я не совсем этому критерию рада. Вот, получилась такая вот дымка. В качестве затемняющего воспользуюсь самым темным шоколадным оттенком из палетки. Он, между прочим, тоже с таким розоватым подтоном у Худы идет. Хоть это и не очень заметно, но в общем виде в макияже это на самом деле прям при дневном свете заметно очень даже. И заметно это больше, конечно, в тушевке. Если набивать оттенок чисто вот какой-нибудь такой вот плотной кистью на подвижку, этого не сильно будет заметно. Но вообще это не чистый коричневый, не холодный. Он теплый и с розовинкой. Тени все тушуются невероятно хорошо. Многие ругаются то, что у Худы такие сухие, матовые, с ними работать сложно. Но на самом деле у Худы в какой-то момент, видимо, очнулась и поняла, что что-то делает не так. И решила видоизменять свою формулу в более лучшее русло. Соответственно, последующие релизы, которые как раз-таки, наверное, камушки были у нее, Nude Obsessions, и уже дальнейшие, которые шли после этих запусков, они в большей мере по качеству матовых были очень круты. Даже самая крутая формула матовых была и в ретроградном Меркурии, и уже дальше те палетки, которые у нее опускались после. Плоско-пушистой кистью попробую набрать фиолетовый шиммер и нанести его на подвижку. Набирается он неплохо, но судя по тому, что в нем вот эти вот цепучие микро-микро-частички, его желательно все-таки набивать на как раз-таки не особо закрепленную базу. Оттенок очень красивый, но несмотря на то, что он фиолетовый, в нем тоже есть, видимо, какая-то нотка розового потона. Ребята, кто любят розовые потоны в тенях для век и тащатся по пыльной розе, я думаю, эта палетка будет прям по вашу душу, она вам определенно понравится. Я пыльную розу не очень люблю, и помады пыльной розы я не совсем прям принимаю. Я больше люблю помады красного кирпича. Поэтому фиолетовый он фиолетовый, но с таким тепловатым розоватым потоном. И, как видите, осыпания все равно имеют место быть. Хоть худая и оригинальная, в этом плане она не оригинальна ни разу. Осыпашки от Худы критичны тем, что у нее намертво прилипают эти микро-микро блесточки, и потом их крайне тяжело снять. Или же скотчем, или же просто замазывать консилером в более плотном слое. Это еще один момент, который я не очень люблю в Худе. С ней нужно сначала делать глаза, а уже потом красить лицо. Я не очень люблю такое, но работая с ней, приходится идти на компромиссы. Продублирую шоколадным оттенком нижнее веко. Подтушую его оттенком Мауф, который я закладывала в складку. Не мешало бы, конечно, в этой ситуации пройтись по границам тушевки молочным оттенком совершенно прям слегка-слегка, чтобы это все сгладить еще немножко. Ну и глаз с оригинальной Худой готов. Все то же самое продублирую с палеткой от Farras. Молочным буду грунтовать. Кстати, пыльность не особо выраженная. На уровне Худы. Ну, почти-почти. Прям очень близко. Далее возьму оттенок Мауф, чтобы заложить им складку. Мне кажется, по подтону максимально идентичен прям именно вот этот оттенок и молочный. Далее возьму здесь такой шоколадный, чтобы затемнить макияж. Тоже пыльность какая-то не супервысокая. Отдает свет хорошо. Правда, мне кажется, насыщенности немножечко ему не хватает. В то время как у Худы был более такой темный, шоколадный. И при сравнении, кстати, видно, что он как раз-таки больше в теплоту, выходит в рыжинку. В то время как здесь темный, у оригинальной Худы, он был более такой Мауф. Вот как раз-таки тот самый момент, о котором я говорила. Вроде у Худы и шоколадный коричневый, но при тушевке макияжа он все равно выдает свою какую-то такую невесомую розовинку. Которая видна только на сравнительных свочей. Если, например, сделать несколько мазков разными коричневыми оттенками на одной руке, то тот коричневый, который в палетке Худы, Light Nude идет, он будет самым таким розоватым из всех остальных. А здесь прям кирпичненький, рыженький получается. Возьму молочный, немножко потушую границы тушевки. Что-то я вылезаю за контура. Не туда повело мою руку, не за те горизонты. Куда ты ушла, тушевка моя? И плоско-пушистой кистью нанесу фиолетовый оттенок на подвижку. Набирается он максимально идентично. Хотя, как будто бы немного более маслянистый, чем Худы. Ну, посмотрим. У него другая формула. У него формула немного более такая хлопьевидная. В то время как у Худы она такая блесточная. Не совсем монолитная, но блесточная. А в палетке от Фаррес получается именно такая формула топеров от Худы. Как раз-таки в палетке... Ой, он как раз засаливается как топер. Так что здесь нужно наносить пальцем. Совершенно точно. И отблеск у него немного другой идет. И вот сейчас вижу, немножко поджевывает века. Но это, наверное, временно. Бывает, что поджевывает тенюшка века. Но спустя время ее отпускает. Даже более насыщенная по цвету получается, чем в оригинальной палетке. Но и без засыпаний здесь тоже не обошлось. Господи, какая россыпь. Просто. Это из разряда, наверное, хрен. Редьки не слаще. Под этим глазом видны осыпания. Такие красивые розово-фиолетово-голубые спарклы, которые осыпались у меня. И которые убрать дико тяжело. Сейчас буду консилером все это дело замазывать. И в то время как здесь остались банальные какие-то ляпы и пятна, которые мне тоже просто споржем убрать тяжело. Худо любит бейкинг. И, пожалуй, это очень неплохой вариант избежать этих осыпаний. Недаром пудра, которую она выпускает, предназначена первым делом для именно этой процедуры. И, наверное, и тени как раз наизготавливает тоже с учетом этого всего. Прежде чем приступать к макияжу тенями моего производства, воспользуйтесь сначала пудрой, сделайте себе бейкинг, чтобы все осыпашки не полетели под глаза. Но это, я так думаю, на самом деле, может совершенно не так. Далее затемняю тот глаз, который не затемнило. Да, все-таки здесь действительно такой кирпично-рыжий. Подтушевываю его оттенком mouth. Подзатемню еще немножко макияж. То чего-то мне маловато затемнение, хочется побольше. Оно чего-то не хочет. Не хочет цепляться. Маловато. Маловато будет. И опять все осыпалась. Века немножко подотпустила, и разница уже становится более видной. Напомню, на этом глазу у меня нанесена оригинальная худа. Здесь палетка от Faris. Ну давайте прокрашу ресницы. Ну вот в итоге что получилось. Разница, мне кажется, заметна. Худа, какая бы она нюдовая ни была, но свою фирменную фишку с уходом в mouth и в розоватый она выдерживает даже в своей палетке nude light. И это, собственно, вот на этом глазу очень четко видно. Вроде как тушевала теплые, вроде как был mouth, но в итоге смешивая mouth с коричневым, у меня получилось что-то такое розовое. Здесь же палетка Faris. И здесь видно, что самый теплый, он ушел в какой-то кирпичный оттенок. И это прям очень четко заметно. Также сияющие текстуры на одном и на втором глазу значительно разнятся. Здесь более приглушенный какой-то, утонченный, сияющий. Здесь сияющий получился более таким монолитным, но в защиту скажу, здесь просто совершенно разные формулы. И скажу так, что на этом глазу, где сияшка фиолетовая от Faris, эта формула не чужда для худой, потому что у нее в некоторых палетках девятках тоже есть такие текстуры. Так что просто в этой она решила избрать другую формулу. Но вообще такого рода формулы ей свойственны. Каких-то явных проблем с тушевкой, с одной и с другой палеткой у меня не возникло. Как-то оценивать я пока что, наверное, не возьмусь. Сделаю еще пару макияжей и, наверное, в будущем подведу какой-то общий знаменатель под это подсудило. Но пока что, по первым впечатлениям, я скажу, что на самом деле ожидала намного более худшего результата. А тут получается, что не совсем все так и грустно. В сегодняшней версии макияжа я буду использовать теплую гамму из палетки. Также в качестве украшения на подвижке будет вот этот вот прекрасный дуохром. В оригинальной палетке это реально дуохром. Это такой розовый дуохром на розовой цветовой базе с красивым желтым переливом. В палетке от Faris это уже такой больше как шиммер. И он больше отливает такой персиковый классический дуохром. Пока Huda использовала здесь что-то необычное, потому что доселе таких дуохромов я ранее не встречала в бьюти-индустрии, то Faris решили обойтись более такой легкой версии, так сказать, и сделать совершенно обычный персиковый стандартный дуохром. Ну что ж, приступаем, посмотрим, что получится. Первым делом, конечно же, база под тени. В качестве грунтовочного беру молочный оттенок из палетки. Наношу, пожалуй, только до середины, под бровью и чуть-чуть ниже. Подвижку, пожалуй, оставлю не зафиксированной до конца. Далее беру вот такой вот персиковый транзитный, персиково-коричневый такой. Но несмотря на то, что он персиковый, в нем все равно просматривается какая-то розоватая база цветовая. Худо вообще любит розовый, насколько я понимаю. Даже в самых нюдовых палетках у нее есть какой-то розовый подтон. В качестве затемняющего воспользуюсь самым темным оттенком из палетки. Далее беру вот такой вот персиковый транзитный. Набираю плоско-пушистой кистью дуо-хром из палетки. Очень красивый дуо-хром. Мне кажется, этот выпуск у Худо как раз и ознаменовался выходом вот этой вот новой текстуры на рынок. Потому что ранее розовый, если и использовался где-то, то он был, как правило, такой розово-фиолетово-голубой или же розово-персиковый. А здесь прям розовый с холодным подтоном и с красивым желтым отливом. Вот это прям шикарный оттенок. И мне кажется, добрая часть людей, кто купили в свое время эту палетку, в большей мере покупали не столько из-за пыльно-розовой гаммы, но еще и в том числе из-за этого очень красивого дуо-хрома. Уникального в своем роде. Сейчас, правда, и у Джеффри Старра такой появился. Но тогда у Худо им это была крутота. Так, приступаем тогда ко второму глазу. И будем делать макияж на втором глазу при помощи палетки от Фаррес. Пока я красил один глаз, немножечко подзасохла, подзастыла база Art Deco. Все-таки она такая. Нет, наверное, смысла в таких затестах, в принципе, делать макияж по одному глазу, пока не схватилась база. Потому что тогда получается не совсем чистый эксперимент. Беру из палетки Фаррес молочный оттенок. Точно так же грунтую им. Ну, кстати, тут практически такой же рыхлый, как и в Худе. Грунтую также века. Под бровью и чуть ниже. В качестве транзитного. Ну, кстати, она уже хлябать начала. Худо так не хлябает, кстати. Петли немножко разошлись у Фаррес. Нехорошо. В качестве транзитного беру персиковый. Он что-то у меня замыливается здесь. Непонятно. Ну, ничего. Наберем, как наберем. Замылился немного. Намечаем границу тушевки. Здесь персиковый вроде как не настолько насыщенный, как в оригинальной палетке Худо. Тоже неплохо, но не такой насыщенный. И затемняем при помощи самого темного оттенка из палетки. Что-то мне не очень нравится, что он немножко как будто пятнеет. Прям гладенько-гладенько. Он почему-то у меня не ложится. Вот этого я не понимаю. Буду почищать тогда тушевку. Что-то мне немножко это смущает. Ну ладно, ладно. Почищу немножко тушевку молочным оттенком. Что-то мне все-таки это... Ой, не знаю, что не так. Как будто бы пятнеет немного. Ну, ладно. Оставим так, что уж не получается как-то лучше. Не знаю. Вот вроде и неплохой он какой-то, но вот что-то меня вот в этом смущает. Что тушевка не настолько гладкая выходит. Ну, хотя, если постараться. У меня он больше осыпается, чем как-то наслаивается. Ой, ладно, с горчичкой сойдет. И на подвижку будем набивать вот этот вот. Да, это он. Это он. Тот самый розовый оттенок, который пытались продублировать с худой, но получился более такой стандартный розово-персиковый дуахром. Он немного другой формулы, чем в палетке Охуды сияющий. И переносится он немножечко по-другому. Как раз-таки из-за того, что у него формула иная. Это не потому, что там типа, ой, подделка, ой, кошмар. Нет. Именно потому, что формула другая, формула больше такая полуслюдяная. Ну вот, не получается нормально никак с кистью. Поэтому здесь, видимо, тоже придется пальцем это дело набивать. Под определенным углом он, конечно, выдает свой желтенький перелив, но он больше такой не прям-таки желтый, он больше, ну, такой золотистый переходит. То есть в то время, пока у оригинальной Худы более изысканный, необычный такой перелив, еще который не использовали раньше, здесь получается более такой классический. Я не говорю, что это плохо, это очень неплохо. Заживал Ека. Опять. Ну, ничего, подождем, скорее всего отпустит. Ой, и вот можно увидеть, какие осыпашки у меня тут. Вот я приблизилась поближе, и видно, какие здесь осыпашки. Вот за это я Худу не люблю, потому что вот это вот все налипло, и сейчас я буду, я не знаю, с ведром нецензурной брани это все подтирать под глазами. Ой, е-мое. Вот сейчас, блин, будет. Как это все убирать, господи, как меня это раздражает. И к нам на помощь приходит бумажный скотч. Возвращаемся к оригинальной палетке и к правому моему глазу. Нижнее веко, подчеркну, подчеркну, подчеркну. А чем можно было подчеркнуть? А можно оттенком мауф попробовать. Подчеркнуть просто, чтобы посмотреть, как на контрасте это все будет смотреться в общем макияже. Насколько разные будут в итоге глаза. Просто вот интереса ради. Потому что тушевка-то сверху, она делалась-то более теплым, а снизу получается более фиолетовый мауф. Как раз здесь видна эта вот разница. Тушевка более теплым, а внизу какой вот такой фиолетовый мауф оттенок. И на нижнем веке другого глаза, другой чистой кистью, нанесу оттенок мауф, который представлен в палетке Фаррес. Кстати, он более пыльный какой-то. Он не такой плотный по своему пигменту, хотя в рефиле кажется очень даже, очень даже. Больше на розовый похож, чем на фиолетовый такой вот грязно-фиолетовый мауф. Мауф, Мауф, Мауф Гидеон. Надо второй сезон Мандалорца посмотреть. А то что-то отстаю я от всех. Немножко. И он как будто немножечко плешилит. Вот, детально, если посмотреть все это дело. Здесь оригинальная палетка Худа. Здесь палетка от Фаррес. Ну, сразу понятно, что полутона, безусловно, разные. Но сегодня меня смутило немножко нанесение. Здесь таки более пятнит. Здесь более равномерно ложится. Видим просто содержание, процентное, так сказать, содержание пигмента в прессованных продуктах. У Худы все-таки повыше, чем у Фаррес. У Фаррес немножечко поменьше пигмента. Но это я не к тому, что типа у Фаррес такие разбеленные оттенки. Нет, они нормальные. Просто они вот во всей своей плотности навека даже на базу лечь не могут. Имхо. Не понимаю, почему я не могу наслоить этот оттенок интенсивно, как он выглядит в рефиле. На губах у меня оттенок от Рианы, Фэнти Бьюти, Руби Милк. И вот что у меня получилось сегодня. Ну, сразу скажу, что все-таки до Ахрома этот Худин мне нравится намного больше. Он менее классический. Он такой, как сказать, он более интересный. Таких я раньше не встречала. И мне кажется, оттенок Бьюти Слип, кажется, у Джеффри Стара из палетки Бладласт. Очень-очень похож на этот Худин. Есть более такой обычный. Он теплый. На изломе вы видите, что он более теплый. Есть вы видите, что до Ахрома на изломе более такой холодный. Розовый, фиолетовый. Очень красивый оттенок. Я не знаю вообще, как это все дело судить. Но тут совершенно точно заметно, что это получается практически полностью два разных макияжа. Пока что ничего мне не жгло, не щипало. Тени, когда попадают мне в глаза, дискомфорта не вызывают. Ну, как по стандарту. Потому что все равно же волей-неволей, когда в чувствительные глаза засыпается что-то, чувство песка, конечно, имеет место быть. Но они мне не жгут. Ну, вот это второй макияж, который у меня получился комбинированный. Я думаю, скорее всего, сниму вечером апдейт этого макияжа, как это все продержалось у меня. Экспериментирую тут со светом немного, с другим фоном. Но понимаю, что все-таки тот розовый он лучше в плане цветопередачи. Надеюсь, все-таки больше из-за того, что он синий. Тут у меня салдбоксов нет, и поэтому все это съедается. Цветопередача хоть и более явная, но если бы я снимала на своем персиковом розовом фоне, привычном, там было бы по-другому немножко. Напишите, как вам. Может быть, и в этой картинке есть свои плюсы. Я больше склоняюсь, например, к тому, чтобы вернуться снова к персиковому розовому фону. Пока я не купила салдбоксы, лучше всего цветопередача мне все-таки вон там, которая проходит у меня, не вот эта. Ну и вот в итоге в конце дня что осталось на глазах. Напомню, что здесь оригинальная палетка, здесь палетка от Фаррес. Ну и тут более детально можно рассмотреть, насколько вообще отличаются сияющие текстуры из одной и из другой палетки. На нижнем веке неоновый руд, сверху у меня на обоих глазах фаррес. Ну вот как все это нанеслось. Я вообще что-то недовольна сегодняшним макияжем осталась. Выправила всю ситуацию, по сути, только рудовский неон. Вот она выправила это все дело, но вообще, ну вообще мне нравится. На одном глазу у меня прям грязь какая-то получилась. Не нравится тушевка. Не знаю, что с этими тенями не так. Вот в этот раз я поняла, ну прям вообще прям не пошло. Если говорить об оригинале, к нему у меня по большому счету предъявы лишь в том моменте, что шиммерные текстуры очень часто ближе к вечеру осыпаются с подвижного века вниз под глаза. Это дико раздражает, но с этим ничего поделать не получается. Как бы тупо клеить, наклеить для глиттера и все. К матовым вопросов у меня нет. Все тушуется нормально, но какой-то прям магии, это чисто субъективное мое восприятие, от этой палетки у меня не возникает в душе просто потому, что эта гамма не моя. Вот вы видите, я сегодня накрашена этой палеткой. И как-то мне не нравится то, что я вижу просто потому, что мне, наверное, это не идет. Не под мой типаж внешности данная роза цвела. Она прекрасно собрана, она отлично держится. И здесь есть один очень классный оттенок, это дуахром. Розовый дуахром, он на такой розово-фиолетовой цветовой базе. И отблеск у него такой золотисто-желтый. Вот доселе таких дуахромов ранее никто не изготавливал. Что можно сказать про палетку от Farres? Первым делом стоит упомянуть, что Farres это не какая-то там непонятная фирма. Это московский бренд, который, видимо, изготавливается по заказу, по наказу, указу Китая. То есть там все указано, все прописано. Это все вот здесь вот. Я приколю видеоряд, где вы увидите более детальные различия внешние даже. Ну и, конечно же, Farres они не такие уж прямо злостные. Они совершенно точно выбили здесь Farres. То есть перепутать тяжело. Но хотя со слепу, если вот схватить и побежать к кассе, то я думаю, это можно прям перепутать. Что не совсем хорошо. Палетка собрана вроде как неплохо, но вот этот вот момент меня немножечко напрягает. Вот это вот хлябает это все. Зеркало хорошее, стоит сказать. Оно не искажает, красится в него приятно. И по сборке своей максимально просто сестрица нашей героини. Только с учетом того, что сестрица более яркая получается. Даже глядя здесь на видео, сразу четко становится понятно, что это более яркая, насыщенная. Это более размытая такая, как сказать. Даже вот бытует мнение такое, что в более люксовых палетках, в отличие от их реплик, собраны все-таки более такие элегантные, более носибельные, нежные и легко тушующиеся формулы матовых и шиммеров. Шиммеры, кстати, тоже можно тушевать. Это как раз-таки на стыке, где шиммер переходит в складку затемнения. Но это так, отхождение от темы. Получается, что здесь даже по гамме видно, что не столь утонченная и не столь изысканная эта гамма. Но на самом деле это особого значения не имеет. Так как мы поговорим в большей мере про технические характеристики вот этого милого чуда. Чудо, это мне обошлось в районе 200 рублей, даже, может быть, 200 с копейками было. Покупала я эту палетку от Faris Nude Light на Wildberries. Там есть от Faris очень много разных палеток с закосом под худу. И нюдовые, и как раз-таки пастельные тоже там есть. Ну, короче, там очень много разных палеток. Можно из них выбрать как раз то, что понравилось больше всего. Но стоит ли? Смотрите, у меня с этой палеткой была сложность с матовым, самым темным. Он почему-то у меня тушуется как-то неравномерно. Мой макияж чаще всего состоит из затемненного внешнего уголка и такой блестяшки, нанесенной на подвижку. Так вот здесь почему-то должным образом наслоить самый темный оттенок на транзитный, которым изначально делался каркас макияжа, мне сложновато. Как будто он не цепляется. А если цепляется, он не совсем хорошо растушевывается и не так это красиво получается, в общем. Я не знаю, как это можно объяснить. Быть может, с точки зрения изготовления сюда в матовый положили чуть меньше какого-то связующего компонента такого, который помогает в тушевке и помогает как раз таки теням цепляться друг за дружку, наслаиваться и преобразоваться в какой-то более нейтральный цвет и делает тушевку как раз таки более такой плавной и красивой. Самое, наверное, сложное и плохое для меня оказались это шиммерные текстуры из этой палетки, потому что с ними мне пришлось помучиться повозиться. Вы знаете прекрасно, что я люблю пользоваться базой от Art Deco. Она слегка липковатая и, в общем-то, если формула шиммера сама по себе податливая, мелкодисперсная и комфортная, она прекрасно нанесется даже кистью на подвижку, даже, может быть, и пальцем на подвижку, если будет желание какого-либо более насыщенного такого сияния. Но тут у нас ситуация обстоит следующим образом. Шиммеры вроде как неплохо набираются. Они очень мягкие, кремовые, сливочные, но при этом чувствуется, что они такие крупнодисперсные, и сочетание, видимо, пигмента в них не такое большое. Иначе как можно объяснить ситуацию, например, с прошлыми макияжами, которые вы могли уже видеть, когда у меня банально не наносились сияющие формулы на подвижное веко? Это очень странно, потому что, я даже не знаю, как это объяснить, честно говоря, но вы сами все своими глазами видели в прошлых макияжах. Не понимаю я этого. Видимо, как-то не замешали, не домешали их, хотя вот чисто тактильно они очень классные, они очень приятные, но навека цепляются они с трудом. Плюс до кучи есть тут некоторые оттенки, которые дублируются сами по себе. В оригинальной палетке Худы вот эти вот два оттенка розовых таких, они отличаются друг от друга. Один получается более розовый, такой доахром с желтым переливом, а другой получается больше такой оттенок розголд, даже может быть в рыжинку уходящий. Здесь в этой палетке получается, что все-таки они максимально идентичны на веки. Зачем их сюда поместили? Ну, как бы, не знаю, вопрос открытый. По качеству транзитных оттенков в этой палетке у меня нареканий никаких нет. Они хорошие, они приятные, прекрасно наносятся, отлично тушуются. Если, конечно, их переборщить немножко, они дадут, конечно же, эффект немножечко такого состаренного века. Ну, ровно как и шиммеры, которые при жестком наслаивании на подвижку могут как раз дать эффект зажеванного века. Если фиолетовым я более-менее была как-то довольна, то самый такой ужасный шиммер в этой палетке, как по мне, это оказался вот этот вот. Он вроде тоже мягкий, он тоже комфортный, но с таким трудом у меня передался на века. Вы это как раз могли видеть в одном из последних макияжей, которые я снимала уже как чек-ин своеобразный под вечер. И мне стоило больших усилий его набить на подвижку. Это очень странно, потому что, ну, я привыкла к тому, что шиммерные текстуры такого оттенка, как правило, ну, максимально беспроблемные в работе. Не знаю, вот что-то прям не длежит у меня душа к ней. Хотя гамма мне здесь нравится даже в какой-то мере побольше, потому что здесь оттенки более насыщенные для меня, они не столь разбеленные, как, например, в оригинальной палетке. В оригинальной все-таки более изысканная гамма. Но, опять же, вот, в принципе, розовый нюд такого плана, я не знаю, мне он не подходит, мне не нравится. Но на других это смотрится очень классно, так что, как бы, это дело вкуса на самом деле. Мне кажется, здесь немножечко не довели до ума формулам. Вот гамма вроде как и неплохая, но вот прям-таки, чтобы все сияшки были на уровне, такого нет. Вот здесь почему-то века мне не жуют сияшки, здесь жуют. Бесперстность разная, формула у сияшек разная, формула у матовых несколько разнится. Здесь они более мягкие, более шелковые, здесь они чуть погрубее, но соотношение пигмента тоже приличное. Хотя в работе у меня возникают такие некие вопросы. В общем, за тест оставил у меня в душе такие смешанные чувства, смешанные эмоции, потому что есть в этой палетке свои плюсы, свои минусы, но все-таки, если бы я выбирала, я бы все-таки взяла бы оригинальную палетку по многим параметрам. Хотя и там, и там, по сути, изготавливает это все дело Китай. Думайте сами, решайте сами. Если любишь палетки теней, подписывайся. На канале скоро выйдут новые ролики о палетках, в том числе будут сравнения дюпа с оригиналом. И всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр, за лайк. С вами была Саша, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok